Россия с Грецией, братья навек. Это лейтмотив визита Путина в Элладу. Посетил страну кратко, но успели и вспомнить прошлое с екатеринских времен, и посетовать на настоящий экономический кризис, и будущее обсудить Грецию, как возможный хаб российских энергоносителей, но при условии 100% гарантий. Первый за полгода визит президента в Европу был скорее меморандумом о намерениях, и обе стороны это понимали. Для России и трибуны, и окно в Европу, для Греции повод напомнить Брюсселю, как тяжело жить при долге 320 миллиардов евро и торговле за новые кредиты. Для обеих стран повод поговорить о корнях и единстве православной веры. Ведь судя по опросам, Путин грекам импонирует. Жесткий лидер, говорящий нет Америки, с которой греки вынуждены соглашаться, активный, стабильный. Все это не российские характеристики, а данные греческих социологов. При этом и Москва, и Афины понимали без иллюзий. С одной стороны, правительство Греции и при всех дружеских авансах еще ни разу не решилось наложить вето на европейские санкции против России. Греции такой демарш не по карману. С другой, российская экономика сама переживает непростые времена. Ей Греция, оторвавшаяся от Брюсселя, тоже не по карману. Но дружили и дружить будем. Моя коллега Екатерина Березовская смотрела сертаки, разглядывала достопримечательности и слушала, что греки говорят и что россияне отвечают. Наверное, улыбка Алексея Ципроса могла бы стать главным символом этого визита Владимира Путина в Афины. При встрече у дворца, на переговорах, подписании совместных документов, греческий премьер явно очень доволен. Южный темперамент или холодный расчет, к чему гадать, когда факт налицо. Так радуются встречи, к которой готовились не один месяц и которую ждали. Чтобы потом все было не по протоколу, а от души. И почетный караул у трапа самолета, и гимн России у президентского дворца, и нарядные пехотинцы Эвзоны по всему городу с идеально приглаженными кисточками. Греция – первая страна Евросоюза, куда в этом году с визитом прибыл Владимир Путин. Такой шаг, как подтверждение. Наши государства друг другу не чужие. И даже в период санкционного противостояния могут и хотят быть в диалоге. Причем в диалоге непрерывном. В прошлом году Путин и Ципрос встречались дважды. Шесть раз говорили по телефону. Диалоги, где нет иллюзий, но есть понимание. Общие возможности могут стать общими успехами. Будущее Европы под вопросом, если она будет продолжать противопоставлять себя России. И Греция может быть тем мостом дружбы и сотрудничества, которое сгладит острые углы противоречий и найдет основы сближения России и Европы. Мы совсем не ждем от Греции совершения подвигов Геракла. И вряд ли Греции удастся очистить авгиевые конюшни европейской бюрократии. Но все-таки Греция – это родина, родина выдающихся мыслителей, философских школ. Недавно говорят, могилу Аристотеля нашли здесь. И в этом смысле мы, конечно, исходим из того, что Греция, конечно, может внести свой вклад и влиять как-то на принятие решения и в Евросоюзе, и с соседями, особенно если будет инициировать, создавать условия для реализации крупных региональных проектов. Каждое слово рукопожатия сразу в прямой эфир. Греческие журналисты вели трансляцию визита Владимира Путина целый день. Кто-то из репортеров между прямыми включениями даже успевал сделать селфи на фоне главных ньюсмейкеров. А они повторяли, над чем работать есть. Антироссийские санкции ЕС никто не отменял, как и наши ответные меры. В том числе из-за этого снизился на треть товарооборот между Россией и Грецией. Но точек соприкосновения все равно немало. Инвестиции, транспорт, туризм. Греция уже лидер по числу бронирований и турпоездок среди россиян. Энергетика, 60% газа в Греции из России. Впрочем, как отметил президент, важнее всех цифр, планов и амбиций гарантия. Мы, как известно, были настроены и на реализацию южного потока через территорию Болгарии. Нам не дали этого сделать. Просто под американским давлением и под давлением Еврокомиссии правительство Болгария, по сути, уклонилось от проведения реализации этого проекта. Мы здесь совершенно ни при чём. Мы вынуждены были просто этот проект прекратить, остановить его. Предложили через территорию Турции, раскрою небольшую тайну. Нам турецкие партнёры вначале выставили условия предварительной корректировки текущих цен на газ, о чём мы не договаривались. Но самое-то главное не это. Я думаю, что об этом мы договорились бы. Но мы опять не увидели поддержки со стороны Еврокомиссии. Мы готовы рассмотреть любой проект вне зависимости от контекста политических отношений с какой бы это ни было страной в Европе, с нашими соседями. Мы готовы к реализации любого проекта. Но нам нужны предварительные гарантии. Просто на разговор о том, что это представляет большой взаимный интерес, мы уже не купимся. И деньги тратить на это не будем. Но в современном мире о стопроцентных гарантиях со стороны игроков на политической арене говорить явно не приходится. Ведь и Соединённые Штаты 29 лет назад подписывали Советским Союзом договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но вот базы ПРО размещаются в Румынии. И по словам президента, экономические отношения России и Евросоюза от таких действий точно не выиграют. Мы с начала 2000-х годов всё время настойчиво повторяем как мантру одну и ту же вещь. Мы вынуждены будем как-то реагировать на это. Нас никто не слушает. Переговоры с нами вести никто не хочет. Кроме общих фраз мы ничего не слышим. А общие фразы заключаются в том, что это не направлено на Россию, это не угрожает безопасности России. Но как же это нам не угрожает? Ещё как угрожает нашим ядерным силам. Но хуже другое. Хуже то, что в эти компактные установки могут быть погружены ударный комплекс, ударные ракеты. Прямо сейчас. А это дальность 2400 километров. Поэтому мы вынуждены будем сейчас соответствующим образом отреагировать. И если вчера ещё те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть предприцелом, ну сегодня придётся нам произвести определённые действия, которые будут обеспечивать наши безопасности. Повторяю, это ответные действия. Марафон. Встреча заявлений. По центру Афин. Кортеж Владимира Путина проезжал уже глубокой ночью. Но меньше пунктов в программе будто не становилось. Переговоры с президентом, премьером, лидером оппозиционной партии, новая демократия, греческие политологи делали выводы. И разве тут скажешь, изоляция в отношении России. Наивно полагать, что геополитический гигант, которым является Россия, и который расположен на двух континентах, может каким-нибудь образом быть изолирован. Незадолго до своего визита в Грецию президент Путин принимал иностранных гостей в Сочи на саммите Асиан. А это значит, что интерес к России существует во многих регионах нашей планеты. Этот политический вихрь, казалось, ворвался в размеренную жизнь Афин. Даже тех, кто предпочитает целый день прогуливаться по улочкам и любоваться фонтанами, заставил говорить об отношениях двух стран. Конечно, я знаю, что приехал Путин. Я бы с ним пообщался. Надеюсь, ему тут понравится. Россия сильная, могущественная. Российские бизнесмены, приезжайте уже к нам. У нас общая история, религия, православие. Это очень немало. А еще общий год. Год перекрестный. Россия и Греция. Владимир Путин и Прокопис Павлополос ему дали старт в январе, когда первый раз встречались в Москве. 170 мероприятий. Так выглядит культурный диалог в действии, когда визиты могут нанести подземные шедевры. Икона Андрея Рублева «Вознесение» в крупнейший музей византийского искусства приехала из Третьяковки. И для Владимира Путина эта экскурсия будто предисловие поездки на Афон, которое больше напоминает путешествия в другое измерение. Тут для женщин вход воспрещен, новые сутки начинаются на закате, а верховная власть принадлежит священному киноту. В него входят представители 20 крупнейших афонских монастырей. Таков неизменный уклад обители спокойствия и умиротворения, куда можно попасть морем или по воздуху, и где греки и русские веками жили бок о бок. В этом году отмечается тысячелетие русского присутствия на Святой Горе. Событие, которое афонские монахи называют более чем особенным. Знаете, я хоть и не политик, но слежу за событиями на нашей планете. И могу сказать, что ваш президент очень любит свою родину. Он хороший капитан. И я считаю это благодаря ему. Россия сейчас играет очень важную роль в мире. Извилистые горные тропы ведут к древнейшим монастырям. Молебны, общение с братьями, принесение в дар уникальных рукописей и икон. И вот уже по дороге, устланной лавровыми листами, Владимир Путин идет к вратам Свято-Пантелеймонова монастыря, который традиционно считается русским. Высокого гостя встречает игумен Иеремия. В этом году ему исполнился 101 год. И снова торжественный молебен, где с президентом и патриарх московский и всея Руси Кирилл. Я был здесь в 2005 году. И могу сегодня засвидетельствовать, что изменения невероятные, просто чудесные. Россию и Афон издавна связывали тесные религиозные узы. И в наши дни интересы России к Афону не ослабевают. Важно и впредь сообща делать все необходимое, чтобы этот русский уголок на Афоне продолжал укреплять духовные силы всех православных верующих. Молитвы или переговоры до глубокой ночи – силы духовные и дипломатические. В этот визит, казалось, работали на одну общую цель – чтобы Россия и Греция стали друг другу ближе. Екатерина Березовская, Игорь Крецков, Первый канал, Афины.